друзья всем привет всем привет едем на вторый на зеленый угол как видите находимся уже здесь сегодня у нас будет такое видео как говорится хочу джип да хочу мини джипа денег нет у нас уже было похоже это не похоже в принципе было такое же видео вам оно понравилось и так сегодня с чем мы будем снимать мы сегодня будем снимать тереусы будем снимать nissan киксы также джимники и mitsubishi это основная основные машины которые именно 07 вот эти джипики но их остается все меньше и меньше я так думаю скоро их уже не станет то есть мы как сейчас с вами сделаем с вами с нами сейчас зайдем на рынок зайдем на рынок на начало рынка и в принципе пойдем по всему рынку по всему рынку будем смотреть автомобили еще хотелось бы добавить вот не знаю последние дни такие звонки поступают что такое проходные года что такое непроходные года сергей объяснить что такое проходной год и что такое непроходной год на автомобиле проходной год это машины пятилетки то есть получается сейчас у нас проходной год это идет 16 15 14 и если машина должна быть не старше трех лет и не младше пяти то есть те машины идут проходные. Короче говоря, проходной год это автомобиль от 3 до 5 лет. Если машина не проходная года, она старше 5 лет, она везется на юрлицо, ну и соответственно там, что у нас там будет? Иглонас у нас там будет? Да, если машина получается не проходная, то соответственно юрлицо, потому что там пошлина небольшая. Единственное, что там сделали, уже увеличится утилизационный сбор. И сейчас уже будет постановление, что утилизационный сбор увеличится еще на 100%. Раньше было выгодно везти на юрлицо, сейчас уже будет скоро невыгодно, и поэтому непроходные машины скоро будут невыгодно везти. Ну это такая отдельная тема, в ближайшее время мы сделаем ролик именно на непроходные автомобили, да, как они везутся, насколько они подорожают и так далее. Смотрите, это вот мы сказали про, если автомобиль старше 5 лет, если автомобиль наоборот молодой, да, допустим там 18-й год, 17-й год, то его завести можно, с пошлина там все понятно, но он не придет в целом состоянии. То есть будет либо, ну, что-то где-то. Нет, ну грубо говоря, проходная машина, ну я так утрирую, 3 евро за кубик, а непроходная машина 5 евро за кубик, соответственно, и пошлина будет огромная. Да, ну и поэтому как бы новые машины целыми не везутся, то есть они везутся с какими-то, с какими-то нюансами. Ладно, давайте выходим, выходим, идем, снимаем джипы настоящие. Ребята, вот вы, с машины, да, вылезли, немножко, хотим сказать, то есть рынок, видите, да, какой ветер, сегодня, сегодня очень холодно на улице, вот, утеплились. Рынок, да, он в принципе делится, грубо говоря, на две части. Вот дорога центральная, вы на рынок ехали, идут стоянки, идет по левой руке стоянка, вот начало, да, от конца и до начала рынка, и так же вот по правой руке идет стоянка, но это, это не одна сплошная стоянка, да, вот это так называемая стоянка, она делится, делится на мелкие стояночки, ну вот давайте, сейчас мы зашли с вами на 11-ю стояночку, там у нас мини-тепиков нету, вот отсюда пойдем, пойдем и будем сразу, искать. Я нашел. Вот один уже нашли, что это стоит, джимик 07, турбо, 14-й год, 4 ВД, 540 тысяч рублей, стоит вот такой вот джип, он стоит на литье, на хорошей зимней резине, вот здесь видите повторотник, зеркала заднего вида, естественно, они присутствуют, они есть, установлены туманки, рожок, ну и так как автомобиль турбо, да, для обдува турбины, у него предусмотрено вот такое вот сопло. Автомобиль закрытый, сейчас если найдем продавца, обязательно его откроем, вам покажем, сзади установлена запаска, комплектация с рейлингами, со спойлером, ветровики, ветровики тоже установлены на автомобиль. Давайте посмотрим, автомобиль 4ВД, да, что у него происходит по низу. Видите, 4ВД состояние автомобиля, сзади, сзади стоит мост. По клиренсу, да, многие спрашивают, по-моему, 100, 190 что ли, здесь, не помню я сколько, и опять же, вот чего вы заморачиваетесь на этот клиренс, многие понимаете, приходят и начинают мерить вот этот клиренс от переднего бампера, клиренс меряется не от переднего бампера, а по самой нижней точке у автомобиля. Откройте тактико-технические данные и посмотрите, клиренс на интересующем вас автомобиле. Итак, напоминаю, давайте еще, знаете, я покажу по размеру, как он выглядит. Ой, как очень холодно на улице. Вот, стою, в принципе, мне автомобиль, да, где-то вот под подбородок. По месту, ну, места как бы сзади, конечно, мало. Ладно, давайте сейчас найдем какие-нибудь автомобили, пооткрываем, чтобы вы видели, сколько места. 14-й год, 07-4, в AD540 тысяч. Далее, нашли еще один джимик, но это, смотрите, у него, он идет немного лифтованный, да, он пришел в таком состоянии с Японии, он тоже на родном литье, на зимней резине, туманки, бампер, естественно, бампер присутствует, вот такого плана решеточка, сопло, тоже, тоже, рожок, 8-й год, 07, турбомеханика, 4WD, Xenon 490 тысяч рублей, стоят, друзья, у этого джимика идет повторители, в зеркалах заднего вида, нам его открыли, он на коробке, сейчас я вам покажем салон, запаска у него идет, да, запаска здесь идет, идет у него в чехле, опять залазим под низ, смотрим по состоянию ржавчины, в принципе, ну как бы да, такой небольшой рыжий налет присутствует, но машина, машина не ржавая, открываем, состояние багажника, вот смотрите, вы можете примерно оценить, да, состояние багажника, здесь канистра, бутылки, какие-то пакеты лежат, вот, ну, багажник немного, так скажем, использую, задние сидения у нас здесь, они складываются вот таким вот образом, для задних пассажиров предусмотрены так называемые подлокотники, ну и какая-то полочка, что-то сюда можно положить, раз подстаканник, два подстаканника, вот это у нас стоят просто заглушечки, у него комплектация с такими, с кожаными сидениями, да, давайте посмотрим, сколько вам места, тоже ветровики установлены, дверная карта идет, вот здесь пластик, друзья, ну, пластик здесь идет мягкий, небольшая тканевая вставка, кармашек, со специальной такой защелочкой, держалочкой, да, чтобы, не знаю, ему что-то туда засунули, и это что-то оттуда не выпало, кожаные сидения, вилдвин, комплектация, и вот такая вот красная строчка, красные вставочки идут, также ковры, смотрите, идут, да, под сидение, само ковровое покрытие, оно реально чистое, а здесь посередине у нас ручник, и два подстаканника, но это скорее всего, два подстаканника идут, все-таки, наверное, для задних пассажиров, потому что водителю и пассажиру, ну, если честно, неудобно, тут будет тянуться, ладно, давайте по месту, как водитель себя чувствует? Отлично, чувствую себя, место много, и единственное, что тесно вдвоем, как отлично? Водителю много, да, ну, вот я сел, в принципе, сейчас сидушка отодвинута до конца, не знаю, у меня вот коленка, видите, можно руку вот так убрать, немного она вот упирается, как бы, если честно, вот сюда, ну, как бы, ногу вы уберете, я буду, это решаемо, далее, электрические стеклоподъемники, в автомобиле идет кожаный руль, спидометр, что там у нас, на 140, 87 тысяч, поддометр 140 в век, 87, 765, но это, естественно, надо проверять, значит, бензобак идет, механическая стрелка, также и температура идет, тоже механическая стрелка, установленная мультимедиа система, подогрев идет, зеркал, подогрев водителя, но только у водителя, подогрев сидения, вот, в принципе, больше здесь ничего интересного нет, но хотелось бы добавить, высокая посадка, то есть мы сели, прекрасная обзорность, видно конец капота, то есть ты будешь чувствовать габариты, да, в случае покупки этого автомобиля, и удобная все-таки штука, вот это рожок, у него отчетливо видно, переднее, переднее, левое колесо, ладно, сейчас я выйду с машины, и покажу со стороны водителя, Сергей нам подключает раздатки, то есть у автомобиля, да, но он, но он реально джип, то есть плюсы, да, данных автомобиля, это короткая база, он высокий, у него есть раздатки, его еще при желании, можно задрать, и он реально едет, он поедет везде, вот небольшое дополнение, вот здесь у нас корректор фар, фар, складывание зеркал, регулировка зеркал, туман, еще есть, так, ну дверку вот так не получится открыть, ладно, включаем раздатку, у него все кнопочное, все электрическое, 2ВД, 4ВД, и подниженное 4ВД, включаем, последовательность, сейчас на данный момент 2ВД, не горит индикация, включаем 4ВД, придерживаем, придерживаем, вот включилась индикация 4ВД, сейчас на данный момент она работает, чтобы включить подниженную, также придерживаем, все, включилась подниженная передача, и выключаем в такой же последовательности, 4ВД, и 2 воды ну в принципе я думаю все понятно да все понять микрофон поставлю ребят все понятно да и в принципе предельно ясно да ну и опять же давайте вот сравним предыдущий джимми когда сравнивали по моему росту но вот этот кажется такой немного повыше и так will win комплектация так свет свет у него знаете какой какого он цвета такой знаете как черный черный беломутровый цвет восьмой год 07 механик 4 дексенон 490 тысяч рублей смотрите следом еще еще идет один джимми да прям сегодня денем на джимми кофе обратить внимание это автомобиль 17 год без пробега 4 воды пробег по японии 16 тысяч километров стоит автомобиль 500 595 тысяч рублей семнадцатый год автомобиль друзья это сейчас на дворе у нас 19 года то есть автомобили всего всего два года и вот сергей что вот сравнивали со мной да по высоте вот как автомобиль а сейчас вот сергей рядом стоит просто вот многие просто тоже спрашивают как что там как автомобиль выглядит высота его длина и так далее то есть примерно примерно все все прикинули да вот дополнение вон тот джимми который только что перед этим был он был на 2 дюйма поднят то есть он уже был задор по японии этот стандартный это мы уже говорили все обсуждали все показывали так 17 год 4 воды пробег по японии 16 тысяч километров 595 тысяч рублей рядом стоит дыхать стерюс голубого цвете тоже неплохая комплектация туманочки фары линзовую на летней резине ну на родных на таких на штатных штатных дисков давайте посмотрим состояние стоек до состояния вот этих вот мест панели кузова состояние порогов ребят у них болячка то есть они вот эти автомобили они ржавеют то есть их и реально их нужно проверять также установлена на зря кстати на эти автомобили установится два типа двигателей демовский и дэдовский вот это двигатель дэдовский здесь на зря присутствует где двигатель демовский идет там ноздри нет это год демовские двигателя они наименее проблемные чем дэдовские двигателя бампер идет и вот такая небольшая хромированная вставка тоже добавляет внешнему виду конечно вид внешнего вида вид сам не понял что сказала сзади установлен мост мост стоечки подтеков никаких нет вот мелкие рыжики видите присутствует но это ребят это друзья не ржавчина и так 10 год стоимость автомобиля 385 тысяч рублей давайте посмотрим еще посередине состояния состояние порогов точно сварка есть пороги не загнуты не погнуты сам кузов автомобиля не ржавый неплохое на самом деле состояние вот для автомобиля 2010 года за 300 а помимо того да это 10 год 12 месяц то есть автомобиль практически 2011 года за 385 тысяч рублей прошли уже да не одну стояночка вот почему-то попадаются одни джимми к очень много джинни к в 15 год 4 воды hard of land ventur комплектация автомат бензин 07 такой приятный цвет он какой-то вот даже не знаю напишите в комментариях что это за ответ родное литью летняя резина тоже повторители хромированные ручки автомобиль закрытый к сожалению нам его не откроют но конечно хотелось бы открыть посмотреть именно эту комплектацию ценника ценника к сожалению тоже здесь не видно так на этой стоянке где-то видел еще один вон он стоит вон он стоит джимми к джимми к этот это у нас идет получается 15 год 07 4 воды аукционный лист есть оценка три с половиной балла вот если пишет должен совпадать замена задней двери замена капота пробег на автомобиле пробег на автомобиле 133 тысячи стоит автомобиль пятьсот восемьдесят пять тысяч рублей не знаю брызговики возможно здесь уже отделе да возможно он пришел с такими брызговиками уже с японии стоит хорошая хорошая зимняя резина были вам туда не упасть как-нибудь сзади тоже у нас запаска спойлер рейлингов нету ну и давайте посмотрим по них внизу состояние тоже состояние состояние довольно таки неплохое ну и так немножко отвлекаться до джимми ков то есть посмотрите в принципе наличие автомобилей много есть конечно вот небольшие там пустые пустые ряды да не то что это ряды пустые места так в принципе автомобили хватает ладно идем искать попытаемся найти киксов по джериков и что-нибудь что-нибудь еще ребят я говорю сегодня сегодня одни одни джимми ки а уже несколько сняли вот джимми к стоит вот джимми к стоит вон джимми ладно вот еще один кстати коричневый стоит вот этот джимми да это не 07 это идет один и три десятый год 4 воды два моста автомат подгрев сиденья 690 тысяч рублей подогрев обового стекла также рейлинги повторители хромированные накладки родное литье кстати обратить внимание в каком состоянии литье она не царапаны не вкоцана тоже идет кожаный салон автомат крутилочки сзади запаска два моста то есть соответственно у него сзади стоит мозга он кстати автомашина тоже не ржавая вот сегодня сколько сколько уже вам показали до плюс сколько автомобиля на камеру не попала реально заглядываем под все и все автомобили не ржавые здесь просто блин ну реально аж блестит все мотор 1 и 3 4 воды кожаный салон 690 тысяч рублей стоит вот такой автомобиль вот он еще один стоит сиера тоже на летней резине на родном литье другого цвета хром накладки кожаный салон с красными вставками магнитофон установлен без камеры четырнадцатый год тоже два моста 790 тысяч стоит вот такой вот такой замечательный автомобиль мини джип практически полноценный джип джиммики закончились пошли террасы и вот нашли несколько автомобилей сейчас мы вам откроем покажем на 4 стоит 2008 год 07 4 воды 330 тысяч рублей он в таких небольших обвесах на родном литье на летней резине на тем салоне на чистом темном салоне сиденья прошиты вот такой вот фиолетово синей строчкой здесь такой нестандартный бардачок на автомобиль установлен автомат подогрев лобового стекла регулировка зеркал включения туманок руль идет обычный обычный пробег указан 71000 спидометр 140 140 давайте сяду автомобиль по месту да по месту ну в принципе в принципе я знаю что за автомобиль я ездил на таком автомобиле кто смотрит наши видео я то немного про эти автомобили рассказал место в принципе довольно таки много и неплохо аэрбэк пассажира аэрбэк водителя омыватель заднего омыватель заднего стекла в принципе больше ничего такого интересного нету ну и ручки что было удобно ехать удобно держаться идет подсветочка и так стоит он 2008 год стоит он 330 тысяч рублей давайте посмотрим что нам открыли посмотрим немного другие автомобили вот добрались наконец да немного других автомобилей это nissan кикса естественно это тоже автомобиль 4 воды тоже мини джип туманки фара 12 год неплохой год родной нет ли тени родное летняя резина рожок 430 тысяч рублей такой темная темно-серый цвет установлены рейлинги запаска на запаске установлен чехол метла дворник заднего вида брызговики состояние пони за опять же смотрите ржавчины нет оглушили спрятался вот в этом районе у нас по багажное отделение небольшого объема но тем не менее сюда что-то влезет плюс есть небольшой пенал небольшая не 6 задние сиденья также у нас складываются ребят назад садится не буду потому что ну там реально то место место на заднем ряду можно сказать реально просто практически нет опять чистейший чистый ухоженный салон десна вот здесь немножко сидушка потрёпана спинка у нас регулируется отъезжает вперед образовываться проход хотел сказать на третий ряд сидений на второй ряд сидений здесь у нас регулировка зеркал включения тумана в подогрев водительского сидения корректор фар мы вам тоже показывали как работает корректор фар давайте посмотрим по месту место сиденье водительское отодвинуто до конца в принципе в принципе неплохо но единственно когда автомобиль стоит на парковке у меня коленочка немного убирается раздатка 2 h4 h4 l ручник печка на включал как камера заднего вида наверно установлена пытаемся завести завести у нас друзья не получается села батарейка в автомобиле дучки вот такого плана они кстати у нас регулируется электрический стеклоподъемник две ручки 1 ручка 2 ручка подсветка для задних пассажиров солнцезащитные козырьки спидометр у нас на 140 что еще на здесь есть прикуриватель ну вот здесь такая огромная огромная ниша естественно бардачок без бардачка никуда японец вывел вывел юсб то есть можно подключить флешку до флешку и послушать музыку ради посмотрим что у нас под капотом происходит 0707 turbo по капотное пространство турбина интеркуллер да вон она там спряталась у нас турбину тоже посмотрите что выйдут все заводские автомобили реально он не ржавый все ясно удобно просто и доступно 2012 год 430 тысяч рублей стоит вот такой замечательный автомобиль стоит еще один dayhatsu тереус 2008 год белый перламутровый цвет немного другие туманки тоже со плода для хода для охлаждения турбины 350 тысяч рублей он идет в обвесов хромированные ручки ветровики ну в принципе чем рассказываю все есть да все есть просто вам показываем цены сколько стоят такие автомобили давайте посмотрим как он выглядит со стороны да со мною по сравнению не по сравнению с моим ростом вот пожалуйста хожу я вокруг вокруг автомобиля симпатичные автомобили реально вот у людей да у которой которым нужен автомобиль я не знаю куда-то на рыбалку ездит там на ходу в лес на пикнике еще куда то почему нет то есть в принципе да там до 400 тысяч можно выбрать выбрать неплохой такой автомобиль с небольшим расходом топлива 4 воды с раздаточками с высоким клиренсом вот стоит mitsubishi да вот стоял nissan kicks на mitsubishi в принципе в принципе ребят все то же самое стоит он 399 тысяч на жирнючий зимней резине якогамовская сейчас нам его откроют залезем салон сзади вот видите по джеремине нарисован сзади тоже метла колпак колпак на запаске рейлингов как видите нету автомобиль нам открыли дверная карта пластик небольшая тканевая вставка комбинированный салон до то сиденья коричневые здесь бардачок идет коричневый японец при бомбахал какую-то штуку наверное для телефона снизу идет тоже бардачок на автомобиль установлен автомат все та же самая раздатка 2 аж 4 аж 4 л бардачки подстаканники здесь у нас идут включал ки руль идет обычно пластмассовый аэрбэк здесь аэрбэк здесь ну и также по две ручки до плюс еще присутствует у водителя второй ряд сидений давать сидение отодвинем спиночка вот примерно до посудите то есть сейчас водительское сидение она отодвинута до конца сзади места нет вообще ну реально вообще нету то есть даже вы знаете ну если честно ребенку там будет проблематично сидеть это больше автомобиль ну реально куда не знаю там на ходу поехать вдвоем то есть втроем втроем уже будет конечно тяжеловато ездить на таком автомобиле и так одиннадцатый год 4 воды 300 399 тысяч стоит автомобиль друзья но если честно мы так такого мороза готовы были вот наша камера на то что мы снимаем к такого мороза к сожалению не готова вот осталось одно деление машины есть а вот где стояночка смотрите центральная стоянка самая большая стоянка откуда у нас авторынок некоторые продавцы да они примут ну и целенаправленно занимаются такими вот автомобилей сейчас просто вам покажем расскажем цены вот раз два три четыре пять на пять вот этих автомобилей и наверное на сегодня будем заканчивать и так тариус детский двигатель 2009 год 074 воды голубой цвет туманки литье хорошая хорошая зимняя резина она можно сказать практически новая 365 тысяч рублей стоит вот такой автомобиль когда покупаете эти машины обязательно залазьте под задние арки смотрите состояние обязательно смотрите на пороге ну и соответственно на таких автомобилях смотрите днище смотрите низ автомобиль также идет на хлад накладка стопори не стопори а маячки назову это мальчики заднего хода установлен бампере идут катафоты спойлер ветровики вот стоят два вот это 400 стоит джимми 2008 год стоит он 400 тысяч рублей кстати автомобиль тоже стоит на зимней резине туманок у него нет и все то же самое сопло зеркало вот это вот не в цвет но в принципе она так и должно быть зимняя резина пороге накладок никаких нету машина тоже закрыта автомат вариатор комбинированный салон 400 тысяч рублей сзади подголовников нету я запаской без чехла видите нам как бы не лень до встать на коленочку показать вам состояние автомобиля по низу еще раз повторяю многие спрашивают а вот небольшой косяк есть на бампере там тактико-технические данные ребят мы вам показываем не тактики технические данные да мы вам показан японский автопром японский автопром которые многие из вас в принципе даже никогда не видели просто показан наличие автомобиля сколько они стоят тактико-технические данные пожалуйста открывайте открывайте на всевозможных сайтах они есть а вот стоят два по джеррика два поджерик они стоят так восьмые года они 2008 года под 380 тысяч рублей нет это девятый год 380 тысяч рублей 12 год 420 тысяч рублей он идет тоже комбинирован двухцветный а низ идет серой идет синяя полоска дальше идет все серого стоит на новой летней резине на ли те вот они туманки туманки по низу давайте посмотрим по низу моста там нету чем это видим кардан больше пока но ничего там не видим он тоже в неплохой комплектации хромированные ручки хромированные ручки коричневый салон руль кстати не уйдет кожаный но он идет идет почему-то в оплёточки вот шиба какая-то собака нарисована сзади метла рейлинги чехол на запаске есть ну и вот он стоит в черном цвете кстати он неплохо смотрится на черном литье с красной окантовочки сзади тоже идет запаска и хромированный хромированный пехол на запаску установлен спойлер кстати автомобиль тонированный автомобиль не тонированный да а идет заводское заводское напыление это защита называется от ультрафиолета 2009 2009 год автомобиль вот как видите автомобили все-таки в наличии наличие они есть раздатка и вот салон у него знаете как под мрамор сделан вот стоит еще один suzuki jimmy но давайте вот так сбоку я вам покажу да со стороны он и он идет лифтованный в таком состоянии пришел с японии тоже turbo десятый год 07 4 воды 500 тысяч рублей стоит ребята посмотрите на состояние автомобиля посмотрите на раму она реально она просто блестит видите да то есть ничего здесь не дулась я не знаю не красилась не задувалась а состояние реально просто просто огонь как говорят давайте сзади еще посмотрим мост блестит стойки блестят пружины близок глушитель блестит у автомобиля где вы такое видели что интересно происходит с нашими русскими автомобилями до которой он там два три четыре года не только снать на взять те же самые скажем так аналоги до которые выпускаются питерским заводом нет я против ничего не имея лично я на таких автомобилях допустим питерской сборки я на них не ездил да это вот просто такое мое мнение именно вот вот окружая сюда да по большей части наверно от вас то есть многие приезжают наши подписчики со мной мы встречаемся со многим мы общаемся и вот это вот мы все слышим слышим от вас так вот опять джимми кин тринадцатый год 500 550 до 5500 тысяч кстати это вот я говорил да то что люди заниматься целенаправленно такими автомобилями где вот мы вон там снимали до несколько автомобилей вот это автомобиль у того же продавца 550 тысяч налитья раздаточка хорошая зимняя резина колпак тереус тереус тоже его тереус сколько стоит черный цвет 370 тысяч рублей автомобиль 2010 года и nissan kicks бордового цвета 380 тысяч рублей налитья налитья на летней резине вот а этот автомобиль тоже на лете лето вот этот автомобиль на зимней резине некоторые автомобили уже начинают приходить на зимней резине да но на некоторые автомобили в принципе продавцы ставят но к сожалению к сожалению не на каждый автомобиль ребята прошли с вами по рынку посмотрели мини джипы конечно машины есть основная часть машин это основная большая именно этот джип ники тереус поменьше но машины есть в принципе есть еще обязательно надо естественно все это проверять да без этого к сожалению у нас в нашем мире да в нашей стране никуда где каждый друг друга пытается на еда вот ну и помимо вот этих все таки джимников я вам показывал до периодически то что стоянки они полные реально под навезлись машины по него всего этого ну заморозить вот это с кнопкой глонассом короче говоря машины по навезли в пор до на таможне вот они пока это зависло они не выдаются поэтому ближайшее время ожидается реально большое огромное огромное поступление автомобилей вот друзья еще что хотелось бы сказать напишите в комментариях да как вам про запчасти то есть стоит продвигать назвать эту тему да вот эту тему вот эти видосы дальше или нет потому что как-то вот кто-то посмотрел кто-то не посмотрел если честно как-то неохотно посмотрели видео мы просто давай рыться по ютубу искать смотреть ну в принципе в принципе очень мало обзоров почему спрашиваем потому что вот просили просили очень много сделать это ну реально многие не знают как покупать запчасти на японские автомобили где их брать сколько они стоят и так далее да и мы будем искать хорошие авторазборки и вы не подумайте нас никто там за это деньги не платит это все наша инициатива мы просто вам показываем все это чтобы не было у вас вопросов где взять все таки эти запчасти будем стараться как бы делать для вас хорошие познавательные ролики да и кстати по части денег до первое слово когда мы туда зашли попросить снять спросили сколько денег бесплатно это человек который показывал представитель компании тысячи завчастей мы туда вообще попали случайно нам заказали осмотры автомобиля ну и зашли уже попросили снять их не разборку чтобы вам это показать вот и смотрите кто досмотрел до конца до это видео кто услышал наш разговор поддержите нас комментариях есть такое предложение взять несколько автомобиля да и устроить тест-драйв там допустим на 400 метров на 100 метров разгон до сотни естественно это будут наши там любимые форестер да возьмем даже найдем где-нибудь новый форестер все вам покажем расскажем то есть пожалуйста напишите в комментариях стоит нам это делать или не стоит то есть понравится вам такой контент или не понравится да ну и подписывайтесь на наш канал вы всегда рады да поэтому подписываемся на сегодня все всем спасибо кто досмотрел до конца всем пока всем пока